Мы с вами будем сегодня говорить о бифуркациях. Я не знаю, давайте вот вчера аудитория была довольно пассивной, сейчас просто статистически кто не знает, насколько подробно мне рассказывает, кто не знает, что такое бифуркация? О, ну хорошо, ладно, прекрасно. Тогда об этом мы поговорим. Вот, давайте тогда, опля, вспомним. Это я что-то, секунду. Так, ага, вот, давайте вспомним еще раз, на чем мы остановились вчера. Вот у нас есть динамическая система, и это система обыкновенных дифференциальных уравнений. Геометрически все это происходит в n-мерном фазовом пространстве. Есть точка равновесия, то есть такое место, где все правые части обращаются в ноль. Мы вчера обсудили с вами, какие виды устойчивости бывают. И, опуская длинные вчерашние разговоры про функцию Люпунова, я сразу хочу сказать, что вот линиеризация, то есть разложение в ряд Тейлора, с отбрасыванием членов выше второго порядка, дает нам вполне адекватную картину, локально, конечно, того, что происходит в малой окрестности равновесия. Мы можем вот для этих малых равновесий переписать уравнение в таком вот виде. J – это ее кобиан, вычисленный в точке равновесия, то есть матрица вот таких вот частных производных. И это не что иное, как линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами, общее решение которого выглядит вот так, ну, где константы определяются выбором начальных условий, а лямбды, n штук, это собственное значение той самой матрицы и коби. Когда мы смотрим сюда, мы сразу понимаем, если лямбда действительно, то соответствующие экспоненты в зависимости от знака лямбды или растут неограниченно во времени, или неограниченно убывают до нуля. Если лямбды комплексны, матрицы действительно. Значит уж если они комплексны, то они комплексны парами с комплексно сопряженными. Так вот, тогда я расписываю это как произведение двух экспонентов. Второй сам множитель осциллирует с частотой омега, а первый опять-таки или растет, или убывает. И достаточно для того, чтобы кси в целом нарастало по времени, вполне достаточно, если одно единственное из всех этих собственных значений имеет положительную реальную часть, положительную действительную часть. То есть для устойчивости равновесия необходимо, чтобы реальная часть, действительно часть всех собственных значений была отрицательной. Вот об этом мы с вами вчера договорились, и больших возражений со стороны аудитории по этому поводу вчера не было. Я не знаю, может быть, к сегодняшнему дню у кого-нибудь они возникли, но это мы тогда обсудим позже. Вот, и были вот эти картинки. Вот для какой-то фиктивной семимерной системы с устойчивым равновесием спектр собственных значений Экобиана может выглядеть вот так. Устойчивое равновесие, и вот есть три действительных собственных значения и две комплексно сопряженных пары. А теперь мы переходим от одного данного уравнения, ну, седьмого порядка, к, как говорят математики, семейству динамических систем. То есть наше уравнение начинает зависеть от параметров. Физической модели это может быть, скажем, зависимость от давления, зависимость от температуры, зависимость от любого другого фактора, которым мы управляем сами, или которым управляет природа, погода. И вот, давайте посмотрим. Вот правая часть уравнений непрерывно зависит от параметра, который традиционно обозначается буквой мю в этом контексте. Тогда собственные числа, значит, тогда Экобиан сам, каждый из частных производных тоже является непрерывной функцией мю, а тогда и собственные числа тоже непрерывно меняются вместе с параметром мю. И вот так вот это выглядит, к примеру, могло бы выглядеть так в этой фиктивной системе, что мы меняем мю, и кто-то двигается налево, кто-то двигается направо. Комплексные числа могут сливаться и делаться действительными. Действительные могут сталкиваться и уходить в мнимые, в комплексную плоскость. Но главное, что нас интересует, кто-то двигается слева к мнимой оси. Вот видите, это синенькая пара. И еще немножко, и вот она на нее попадает. И нам ясно, что следующий шаг по параметру приведет к тому, что вот эти вот синие точки окажутся в правой полуплоскости, и стало быть, равновесие наше перестанет быть асимптотически устойчивым, и вот те самые переменные КСИ, по крайней мере, два комплекса сопряженных слагаемых, начнут катастрофически нарастать. Это значит, что в этой ситуации мое допущение, вот давайте отбросим в ряду Тейлора все слагаемые, начиная со второго порядка, допущение перестанет работать. Там надо рассматривать что-то другое, и мы к этому придем, и мы будем это рассматривать, но так или иначе устойчивости больше не будет. Вот это качественный переход. Давайте подумаем, что это меняет в фазовом портрете. Качественный, значит, маленькое-маленькое изменение, ну и все, устойчивость потеряна. А вот я хочу здесь немножко отвлечься от языка собственных значений. Он все время остается с нами на заднем плане, а раз и навсегда решить самую простую задачу. Теперь х не вектор, это скалярная переменная, и у меня одномерная динамика, одно единственное уравнение первого порядка, которое зависит от, к тому же непрерывно зависит от параметра. f какая-то произвольная функция, и в принципе это уравнение, оно формально сводится к квадратурам, я могу записать вот такой вот интеграл, разделение переменных, и взять его, если получится, если не берется, могу как-то исследовать, но мы не хотим точных решений. Нам надо знать качественно, что вообще тут может происходить. И вот давайте раз посмотрим на график правой части. Вот правая часть — это функция. Правая часть — это вот та самая функция f от x и mu. Эта функция может пересекать или не пересекать ось абсцесса. Если она не пересекает, ну что ж, это непрерывная функция, которая имеет везде постоянный знак, и тогда в этой системе все ясно, и динамика тривиальна. Производная везде постоянная, и все решения уходят на бесконечность. На положительную или на отрицательную, в зависимости от знака этой функции. Гораздо интереснее, если есть у этой функции корни. Корни — это те места, где правая часть зануляется. То есть это равновесие нашей простейшей динамической системы. А якобиан, собственное значение, которого нам полагалось вычислять, он будет, это якобиан, это просто значение вот этой вот частной производной. Ну и если нас интересует устойчивость равновесия, то вычислять значение производной вот этого наклона, собственно, функции, надо в тех самых корневых точках. Давайте посмотрим, что бывает. На графике любой функции максимумы чередуются с минимумом. Нельзя, не может одномерная функция одной переменной по дороге иметь два максимума подряд, без минимума между ними. А поэтому и корни, в которых положительно, в которых наклон положителен, должны чередоваться с корнями, в которых наклон отрицателен. Это значит, что если равновесий много, несколько, то неустойчивые обязательно чередуются с устойчивыми. Вот давайте посмотрим, как это выглядит. Если мы меняем мю, то график функции деформируется. Ну давайте начнем с чего-нибудь. Вот корни, конечно, будут смещаться, но вот посмотрим. Вот у нас есть такая вот функция. И у этой функции давайте посчитаем. Вот здесь будем считать, что больше у нее корней нет. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять корней. Пять равновесий. Мы с вами договорились. Все равновесия, где наклон отрицателен, устойчивы. Это, кстати, понятно. Вот давайте посмотрим вот на это вот равновесие вот здесь и представим себе, что мы возмутим его чуть-чуть. Возмутили его направо. Ага. f от x отрицательно. Оно гонит наше возмущение обратно. Возмутили его налево. И f от x положительно. Отрицательное возмущение идет направо, то есть снова к равновесию. Здесь, в точке, где производная положительно, картина обратная. Положительное отклонение будет нарастать и уходить. Прочь от равновесия отрицательное тоже будет уходить, только вниз. Итак, мы имеем пять равновесий, и действительно они чередуются, как я вам и обещал. Устойчивые, неустойчивые, устойчивые, неустойчивые, устойчивые. А вот теперь я начинаю потихонечку шевелить график функции. Ну, чтобы картинок было не чрезмерно много, я шевелю крупными шагами, но последовательность, наверное, можно себе представить. Вот я чуть-чуть шевелю, график поднялся повыше, и вы видите, я стою перед важным и интересным моментом. У меня по-прежнему пять равновесий. Ну, вот тут, вот в этом месте f от x довольно мала, отрицательна и мала. То есть, если я возьму начальное условие где-нибудь поблизости от этой точки, даже если я возьму начальное условие вот здесь, функция будет убывать, и где-то тут она будет убывать так хорошо и быстро, а тут она подзамедлится. Пройдет этот участок и снова разгонится. Ну, вот здесь она подзамедлится. Идем дальше, оп, у меня возникли два новых состояния равновесия. При малом изменении параметра у меня изменилось число равновесий сразу на два. То есть, не было ничего на этом месте, возникла пара. Идем дальше. Ну, они расходятся, эти два равновесия. Идем дальше. Идем еще дальше. Оп. И смотрите, теперь у меня как бы обратный процесс. Вот тут вот этот вот мой минимум подходит близко к оси абсцесс. Вот эти вот два равновесия, устойчивые и неустойчивые, подходят близко друг к другу. Оп. И они слились в единую точку. И исчезли. Их больше нет. Вот. Все идет дальше. Значит, давайте, что мы можем извлечь из качественных наблюдений за этой простой картинкой. Больше, на самом-то деле, в одномерных динамических системах ничего и не бывает. При изменении параметра, если количество равновесий меняется, то эти равновесия рождаются парами и исчезают попарно. Одно равновесие вдруг в эту картинку добавиться не может. Три тоже не могут. Попарно, пожалуйста. Дальше. В каждой паре, которая рождается или исчезает, обязательно есть устойчивые и неустойчивые равновесия. И то, и другое. Вот они сливаются, они подходят друг к другу. Ну и вот еще последнее. При критическом значении параметра эта динамическая система не является структурно устойчивой. Помните, мы с вами вчера договаривались, что структурно устойчивой называется та система, в которой малое изменение правой части не меняет фазового портрета качественно. Одно из важнейших свойств фазового портрета – это количество равновесий. Вот где-нибудь вот тут, вот тут, можно довольно хорошо дергать за фазовый портрет, и вот пять равновесий останутся пятью равновесиями. Это, конечно, структурно устойчивая ситуация. А вот тут, вот тут нет. Ну, ладно, так сказать, тут еще можно, тут еще есть небольшой запас, но можно себе представить, как при следующем продвижении, в момент касания, вот тогда, когда у нас касание происходит, в этот момент система структурно неустойчива. То есть малое изменение переводит систему из пяти равновесий в систему с семью равновесиями. Вот это такой качественный переход. Заметили. А теперь давайте мы с вами запомним вот это слово. Такие события, когда малое изменение параметра резко меняет фазовый портрет, называют бифуркациями. Вот это слово бифуркация. Что это значит, вот бифуркации? Вот еще раз, можно, я не знаю, это не есть в каком-то смысле строгое определение, но все понимают вот так. Малые, если у нас есть параметр, или несколько параметров, представьте себе, что у нас и температура, и давление, и магнитное поле. К тому же, если при малом изменении параметров, при малом сдвиге происходит качественное изменение структуры фазового пространства, то, мы говорим, произошла бифуркация. Чуть-чуть позже я скажу, откуда взялось это слово. Хотя, впрочем, можно сказать уже и сейчас, те, кто знают английский язык, видят вот это вот фурк. Ну хорошо, те, кто знают латынь, но, наверное, их не очень много. Фурк – это вилы, вилка. И фор – это вот английский форк. То есть речь идет о том, что каждый из нас носит в себя бифуркацию. Это здесь, где наша трахея разветвляется на два пути, превращается в вилку. И вот здесь тоже, если мы следим за параметром, меняется таким образом, увеличивается число равновесий. Мы увидим, может быть, через полчасика, бифуркацию, при которой прямо-таки самая натуральная вилка естественным образом возникает на картинке. Вот. Значит, бифуркации, как говорят, есть локальные и глобальные. Локальные – это бифуркации, связанные с равновесиями, когда равновесия рождаются или исчезают. И, кроме того, вот это понятно, все в маленькой окрестности. Но, кроме того, скажем, локальные бифуркации – это и бифуркации, которые связаны с периодическими решениями. Мы все равно можем рассмотреть малую окрестность периодического решения. А это периодическое решение в фазовом пространстве – это замкнутая кривая, как мы с вами вчера выяснили. И вот там – это все равно локальная бифуркация. Все происходит в этой малой окрестности. Отдельный объект. Есть бифуркации, которые называют глобальными. Есть инвариантное множество совокупности орбит, совокупности траекторий. И иногда бывает так, что вот эти целые инвариантные множества, множество инвариантных решений, они меняют свои свойства. Например, они сталкиваются с другими такими множествами. Они исчезают, они возникают откуда-то. Или вот такое множество может столкнуться с равновесием и некоторыми специфическими поверхностями, ведущими к равновесию. Вот такие бифуркации называют глобальными. Я с удовольствием поговорил бы побольше про глобальные бифуркации, но времени на это у нас с вами нет. Поэтому мы будем заниматься локальными. И может быть, в одном месте я упомяну глобальные бифуркации, а если я забуду, напомните мне, пожалуйста, это когда я буду говорить про уравнение Лоренца. И хаос, который там возникает. Итак, вот такие типы бифуркаций. Откуда идет это слово, и кто первый его употребил? Вчерашний день прошел у нас с вами в большой степени под знаком Ляпунова, Александра Михайловича Ляпунова. А сейчас мы будем говорить о человеке в большой степени, современнике Ляпунова, внесшем, пожалуй, не меньше, может быть, даже больший вклад, чем Ляпунов. Не только в теорию устойчивости, но в целом во всю эту нелинейную динамику и математику. Это Анри Пуанкаре. И вот, это мы, кстати, тоже должны были, должны заметить, что в момент бифуркации, но это естественно, система не груба, структурно неустойчива, мало изменения туда, мало изменения сюда, это и есть то изменение, которое ведет к бифуркации. Вот он, Анри Пуанкаре, это он в молодости, в те времена, когда ему казалось, что он решил задачу трех тел, потом он немножко подрос, нашел ошибку в собственном доказательстве, опубликовал ее, и из этой ошибки выросли огромные, из рассмотрения анализа этой ошибки, огромные ветви разных математических теорий. Так вот, понятие бифуркации вел именно великий Анри Пуанкаре в 1884 году. Вот, так, теперь просто для того, чтобы нам потом с вами немножко легче жилось, давайте отвлечемся от бифуркации и вернемся к словарю. Я обещал с самого начала, что буду время от времени употреблять разные слова из жаргона, нелинейной динамики, объясняю, что они означают. Вот еще немного, пришло время для следующей порции. Вот давайте, с одномерными системами мы только что разобрались. Если они не зависят от параметров, понятно, там все сводится к квадратурам, и в принципе, траектории могут только перемещаться и заканчиваться на равновесиях, или уходить на одну из бесконечностей, больше ничего. Если они зависят от параметров, то там может быть попарное рождение и исчезновение равновесия. А теперь давайте вдвое увеличим размерность нашей фазовой системы, нашей динамической системы, и от линии перейдем к плоскости. На плоскости уже более сложная динамика, но все еще довольно простая. Но в частности, в том плане, о котором мы с вами говорили, если мы линеаризуем систему, вот представим себе, что у нас есть какая-то система, и равновесие у нее лежит в нуле, x1 и x2, а этого всегда можно добиться просто сдвигом координат, то линеаризация выглядит вот так, где А1, 1 и 3 других матричных элемента как раз и образуют тот самый Екобиан. В этой ситуации матрицы 2 на 2 очень легко найти собственное значение. Характеристическое уравнение выписывается вот таким вот образом. Я пропускаю элементарный промежуточный шаг. Что такое характеристическое уравнение? Мы пишем, что Екобиан, мы образуем матрицу из Екобиана, минус лямбда, умноженного на единичную матрицу. Детерминант того, что получается, должен быть равен нулю. И вот мы выписываем такое характеристическое уравнение. Могу сказать иначе. Еще короче. Лямбда квадрат минус вот этот след или шпур Екобиана плюс детерминант Екобиана. Тут мы, кстати, видим еще одну неслучайную вещь. Мы можем так или сяк крутить наши переменные, как вы, наверное, ну я не знаю, большинство здесь физики. И эта вещь им, понятно, может быть даже легче, чем математикам, хотя интуитивно, без строгого доказательства. Устойчивость или неустойчивость не зависит от выбора координат, если мы не включаем время в замену координат. Уж устойчив равновесие, так оно устойчиво. Мы можем перешкалить, ввести вместо Х1 и Х2 какие-то новые координаты. И, конечно же, матрица изменится. Но, как вы прекрасно помните, из линейной алгебры ни шпур этой матрицы, ни ее детерминант не изменится. Это инварианты вот такого преобразования поворот. А это значит, что собственные значения останутся ровно теми же самыми. То есть не только факт устойчивости или неустойчивости, то есть знака собственных значений, останется тем же. Но даже сами величины собственных значений тоже не зависят от этого возможного линейного преобразования координат. Ну, хорошо. Итак, вот такое у нас простое характеристическое уравнение. Вы меня извините, я не стал выписывать дальше хорошо вам известную формулу для корней квадратного уравнения. Вот, не входило на страницу. И я хочу просто посмотреть, какие бывают случаи. Корней всего-то два. И здесь мы начнем со случая, когда дискриминант этой матрицы... А что такое дискриминант? Дискриминант — это квадрат шпура минус четырехкратный детерминант. Ну, помните формулу квадратного уравнения. Когда он положительный. Тогда у нас оба собственных значения действительны. И вот они могут быть действительны, но у них может очень по-разному обстоять дело со знаками. И вот начнем с этой простой ситуации, где нарисованы простые портреты. Вот так оба они действительны, оба они отрицательны. Отрицательны. Одно поближе к оси, другое к нулю, другое немножко подальше от нуля. И вот так выглядит фазовый портрет. Все точки здесь входят в равновесие, и они входят почти все, кроме вот этой линии. Вот здесь у нас равновесие в нуле. Почти все они входят вдоль того направления, которое соответствует лямбда 1. Так, ну здесь я о векторах не говорил, но здесь они входят вдоль того направления. Почему? А тоже понятно. Помните, мы записывали экспоненты, и там было экспоненты от лямбда 1t и экспоненты от лямбда 2t. Обе лямбды отрицательны. Какая быстрее и сильнее затухает? Конечно же, та, у которой отрицательная часть больше, ярче выражена, да? То есть здесь есть как бы медленное затухание, связанное с этим корнем, и быстрое затухание, связанное с этим корнем. А вся эта конфигурация называется устойчивый узел. То есть фазовый портрет в окрестности равновесия при вот таких вот корнях называется устойчивым узлом. Это один из возможных вариантов. По-английски это stable node. Один из возможных вариантов, второй из вариантов, а вот представьте себе, мы просто обратили время, и то, что было неустойчивым, станет устойчивым, а то, что было устойчивым, станет неустойчивым. То есть наши лямбды будут действительны и положительны. Все траектории сохранятся на тех же местах. Но только то, что шло, к началу координат, теперь уходит от него. Уходит от него, все идет прочь монотонно, вот так, по этим линиям, вот так расположены корни. И конфигурация тоже называется узлом, но вот только неустойчивым узлом. Так, два случая мы с вами разобрали. А есть еще одна конфигурация, когда оба собственных числа действительны. Так, я опускаю интересный, но не очень важный для динамики случай, когда они, скажем, положительны, действительны и равны. Или отрицательны, действительны и равны. Это тот самый случай, когда дискриминант равен нулю. Дискриминант квадратного равнения. Так называемый дикритический узел. Давайте мы пойдем дальше и рассмотрим ситуацию, когда они действительны и имеют разный знак. Вот видите, один положителен, другой отрицателен. Тогда, разумеется, вот эта вот неподвижная точка неустойчива. Она не является больше асимптотически устойчивой. Часть, одна компонента возмущения затухает, но другая нарастает. И этого вполне достаточно, чтобы породить неустойчивость. Вот такая вот конфигурация называется седло. Вот saddle point по-английски. И так никакой асимптотической устойчивости здесь нет. То есть типичные траектории, вот они подходят к седлу и проходят мимо. Что-то вроде такой гиперболической траектории. Уходят мимо, уходят далеко от седла, далеко туда, где надо учитывать нелинейные слагаемые. Дальше. Итак, мы тут разобрали никаких, все эти случаи мы разобрали, никаких других для действительных корней нет. Осталось разобрать, что бывает, когда корни комплексные. Вот если корни комплексные, то очень удобно перейти в систему полярных координат, чего я за недостатком времени сейчас выписывать не буду. И тогда мы увидим, что наше решение там. Это логарифмическая спираль. Если у нас собственные значения комплексны, они обязаны быть, уравнение это с действительными коэффициентами, комплексно сопряжены, значит их действительные части совпадают. И вот если действительные части при этом еще и отрицательны, то вот эти вот спирали накручиваются. Это разные спирали, потому что они взяты с разных начальных условий, они все накручиваются уже не монотонно на равновесие, и эта конфигурация называется устойчивый фокус. А теперь давайте, вот так выглядит спектр. То есть оба корня комплексные, вот они лежат в левой полуплоскости, а тут они лежат в правой полуплоскости, и спираль, две спирали остаются на тех же местах, но только если мы немножко возмутим равновесие, то мы по этим спиралям не вернемся к равновесию, а от него уйдем. И такая конфигурация называется, такой фазовый портрет называется неустойчивый фокус, unstable фокус. Вот, и это, в общем, тоже из грубого это довольно-таки все, что бывает в окрестности неподвижной точки около равновесия. Но давайте я все-таки нарисую еще один фазовый портрет, последний в этой ситуации. Что бывает, когда у меня оба собственных значения чисто мнимы, когда они лежат прямо вот на этой оси? Это значит, что у меня вот тут нет вот этого слагаемого. Шпур равен нулю. И в этой ситуации это как бы система бездиссипативна. Решение — это бесконечное количество концентрических кругов. Вот такая конфигурация, напоминающая мишень, помните, вчера я рисовал на доске кривую мишень, а это вот достаточно хорошее, эта конфигурация называется центр. Итак, все, что тут есть, это устойчивый узел, неустойчивый узел, седло и устойчивый, неустойчивый фокус и центр, который их разделяет. Если мы меняем параметры, вы видите, что на самом деле, что отличает вот эти две ситуации? И как их можно сразу, даже не вычисляя корней, друг от друга отделить, глядя на уравнение? Вот здесь сумма двух лямбд отрицательна. Вот здесь вот это. Помните теорему Виета из школьной программы? Сумма корней — это минус коэффициент перед лямбдой. Итак, если шпур отрицателен, равновесие устойчиво, вот тут вот, в ситуации фокуса, равновесие устойчиво, если шпур положителен, вот они, вот сумма. Конечно же, когда мы суммируем, мнимые компоненты друг к другу нейтрализуют, а остается положительное число. Если шпур положителен, у нас неустойчивый фокус, а на переходе в структурно неустойчивый, вот в этой вот ситуации центра, у нас шпур в точности равен нулю. Ну и уж напоследок, если мы вернемся к ситуации седла, как ее можно распознать, тоже не решая, собственно, этих уравнений, а вот как. У нас здесь корни имеют разный знак, и значит, их произведение отрицательно. Это единственная ситуация из всех рассмотренных, когда произведение корней отрицательно. А согласно тому же Виету, произведение корней – это вот этот вот коэффициент, это детерминант и Кобиана, детерминант матрицы и Коби. Итак, если детерминант матрицы и Коби имеет, если детерминант отрицателен, то, если нам нужны тонкости, корни можно не вычислять, если нам хватит качественного описания, мы можем на этом остановиться. Мы установили, что детерминант отрицателен, значит, эта точка асимпатически неустойчива и является седлом. Все достаточно просто. Вот. Ну, здесь я, может быть, скажу еще, чем хороша эта классификация. Да, она ограничивается, собственно, окрестностями равновесия. Тем не менее, вот я, да, ну хорошо, мало того, что окрестностями равновесия, я выбросил слагаемые из ряда Тейлора второго, третьего и всех более высоких порядков, но вот как рекомендовало обязательно упомянуть присутствующий на этой лекции Игорь Рёсович Вертгейм, существует теорема Гробмана-Хартмана, доказанная советским математиком Гробманом и американцем Хартманом примерно 50 лет назад, о том, что существует преобразование в окрестности равновесия, которое переводит нелинейное уравнение в его линейеризованную часть, что динамика эквивалентна. Таким образом, седло или фокус, глядя на эти фазовые портреты, мы можем себе достаточно адекватно представлять и динамику нелинейной системы. Но вот самое интересное, что тут получается, это вот потеря устойчивости. Бифуркационный момент. Мы можем вернуться к бифуркациям и делать это я буду на доске. Итак, перед нами стоит задача описания бифуркации равновесия. Значит, что-что? А, свет. Хорошо. Я еще не начал писать, нечего показывать, но свет мы уже включим. А что такое равновесие? Это точки, что ли? Равновесие? В фазовом пространстве это точки. Мы вчера это обсуждали, да. А вот если идти еще нет? Еще? Вот в гравитации есть черная дыра. Куда идет вот эта дыра? Ну, в гравитации... В гидродинамике таких решений отопия просто нет. Сейчас. Значит, я... Дело в том, что в гравитации, в ботанике, в биологии, в гидродинамике надо сначала записать уравнение и от реального физического пространства перейти к фазовому. То есть, точка, которая существует в фазовом пространстве, совсем не обязательно соответствует точке в реальном физическом пространстве. Это может быть точка в терминах коэффициентов Фурье. Это может быть точка в терминах функционального пространства. То есть, я не ищу тут топологической сингулярности. Нет, вот конкретно-то вот черная дыра, вот это что такое? Вот твои такие спектакли, это равновесие или... Значит, я могу, я не могу говорить о черной дыре, мне нужны сначала уравнения динамики. Есть уравнения. Есть решение. А есть решение, решение фрегулярное, называемое. Это что такое? Решение или решение? Что это такое? Если решение... Значит, теперь, что понимать... А, который нашел швак, шиль там как-то. Значит, если в этом решении обращается в нуль правая часть, то это равновесие. Если в этом решении знамена... Как у Шварцфильда, значит. Если в этих решениях обращается в нуль и числитель, и знаменатель, то надо осторожно по лапиталию или как-нибудь еще раскрывать и смотреть, что там получается. И в конце концов сработает или вот такая теория, или ее модификация. Я не знаю. Решение не выглядит как динамическая система. Я знаю, да. Это метрика. Это метрика. Это не фазовое пространство. Ну да, это же метрика. Время тоже нет. Но все равно это не фазовое пространство. Господа, предлагаю не уйти инвлектора, но не кисть. Правильно. Так, хорошо. Вот. Давайте теперь мы с вами разобрались, что бывает, как выглядит бифуркация в одномерных системах. Мы не разобрались, но немножко понимаем, что бывает на уровне равновесия в двумерных системах. То есть вот можно перейти каким-то образом от неустойчивого фокуса к устойчивому фокусу и наоборот. И это, конечно, бифуркация, это изменение свойств устойчивости равновесия. Это просто можно перейти, меняя знак одного из собственных значений, вроде бы, от устойчивого узла к седлу или от неустойчивого узла к седлу. Это тоже бифуркация. Причем явно, скажем, переход от устойчивого к неустойчивому фокусу через центр это совсем не то, что мы видели в одномерной задаче. Ну а вот, наверное, можно теперь представить себе трехмерное пространство, 17-мерное пространство, 777-мерное пространство и представить себе неограниченное количество разных задач, как выглядит потеря устойчивости во всех этих пространствах. И мало того, еще и, значит, вот тут для динамики на фазовой плоскости для двумерной задачи мы достаточно легко расфлассифицировали все по собственным значениям, а там их будет, соответственно, 17, 777 или сколько там еще, и характеристическое уравнение точно вообще нельзя будет решить и решать надо будет численно и тоже в принципе можно себе представить неограниченный зоопарк всяческих возможностей и что будет получаться, если мы будем на так. Значит, после того, как устойчивость потеряна, линеаризация не дает нам никаких предсказаний. Мы видим, что решение уходит, как нам здесь кажется, на бесконечность, а на самом деле туда, где надо учитывать более высокие порядки. А более высокие порядки, но если у вас есть 17 переменных, сколько одних только в квадратичных слагаемых вы сможете записать. И у каждого из них будет свой коэффициент. То есть богатство, кажется, вариантов очень большим. И сейчас мы вернемся к Пуанкаре, потому что Пуанкаре показал, что все это огромное богатство, которое существует во всех этих системах высоких размерностей и которое существует в системах с очень сложными нелинейностями, сводится к очень небольшому числу переходов, которые, в принципе, в общем-то, можно описать на пальцах одной руки. С равновесиями бывает совсем не так много дефуркаций. И вот сейчас мы с вами сначала опишем приемы, с помощью которых все это упрощение происходит, а потом и посмотрим на сами эти дефуркации. Итак, давайте. Вот первое, я сейчас просто запишу, о чем я говорю, это то есть есть два шага, которые мы должны знать. Первое – это редукция, то есть упрощение размерности что позволяет для типичных задач свести динамику из, от уравнений, может быть, 17-го или 777-го порядка для равновесий у нас типичным образом будет возникать одномерная или двумерная задача. Уравнение первого или второго порядка, не более. То есть очень сильная редукция размерности. После того, как она проведена, у нас может быть все еще получается уравнение, в которых нелинейные слагаемые выглядят чрезвычайно сложно. И тут действует второе – редукция сложности, которая оставляет совсем не так уж много от всех этих сложных, нелинейных, слагаемых более высокого порядка. То, что происходит здесь, имеет еще одно название, математический объект, который за этим стоит. Это так называемое центральное многообразие. а то, что скрывается за редукцией сложности, это так называемые нормальные формы Пуанкаре. Так, чтобы пояснить, что такое многообразие, многообразие – это такое множество, которое можно локально накрыть картами из декартовых координат. То есть локально накрыть, чтобы эти карты переходили друг к другу, то есть задать достаточно удобную координатную систему на нем. Ничего более. А тут так называемые нормальные формы Пуанкаре. Я поясню первое довольно долго, и второе может быть быстрее. Мы увидим, что имеется в виду. Да-да. По поводу центрального многообразия мне стало интересно технологически. Дело в том, что меня в математике некоторые поправляли, они говорили, что в центральном многообразии те учебники, которые я знаю, скажем, классический такой бифуркационный учебник американский Гукенхаймера и Холмса, оно, в этом учебнике теорема центрального многообразия доказывается общим образом. Бифуркация Хопфа, о которой мы сегодня, конечно, будем говорить, это что-то, что получается потом. Сначала есть центральный... Так, Денис, может быть, мы тогда на 10 минут эту дискуссию перенесем, чтобы остальных не держать в потемках? Я, честно говоря, с этой терминологией не знаком. Нет, но тут получается все время так, что в глазах большей части аудитории мы обсуждаем шкуру неубитого медведя. Сейчас убьем медведя и вернемся. Вот. Но это терминологический все-таки вопрос, не только содержательный. Ага. Но, честно говоря, я не знаю такой терминологии. Итак, что значит центральное многообразие? Чтобы добраться до центрального многообразия, надо пройти долгий путь и начать с многообразия совершенно других. Представьте себе... Ага, это не складывается. Представьте себе, что у вас есть равновесие в n-мерном пространстве и у этого равновесия есть положительные... Есть корни с положительной действительной частью, с отрицательной действительной частью, а корней с нулевой действительной частью нет. То есть эта ситуация такая вполне структурно устойчивая. Ведь если мы немножко пошевелим правую часть, положительные становятся положительными и отрицательные становятся отрицательными. Итак, вот если у нас есть такая ситуация, n-мерное пространство, в которой p положительных собственных значений у якобиана и n это p как бы позитив, да, и n негатив а ну хорошо, или давайте скажем так, я напишу может быть так, положительных, количество таких корней, что их действительная часть отрицательна, меньше нуля, это n негатив количество тех, у которых действительная часть больше нуля. А сколько их всего? Конечно, n маленькое плюс p, это n большое, да, как полагается, сколько всего собственных значений у якобиана. Итак, у нас есть вот это самое равновесие, вы помните этот длинный ряд сумму экспонентов, там стояли нарастающие, там в этой ситуации у нас будут слагаемые нарастающие, слагаемые убывающие, а еще там были константы c1, c2, cn, которые можно выбирать начальными условиями. И вот даже если у нас есть нарастающие экспоненты, мы можем выбрать такие начальные условия, в принципе, это будет не грубо, это будет не особенно хорошо, мы можем выбрать такие начальные условия, что вот эти вот c, эти константы соответствующие тем растущим экспонентам будут нулевые, тогда все-таки решение будет затухать. Итак, давайте посмотрим совокупность, вот у нас есть равновесие, которое я обозначаю буквой о, так вот множество множество таких множество таких x начальных точек, скажем, что ну или x, что то есть поищем такие траектории, где мы можем начинать так, чтобы все-таки прийти к равновесию монотонно или может быть по спирали, вот рассмотрим множество всех таких начальных условий, из которых мы в равновесие попадаем. Подходящим заданием, скажем, локально подходящим заданием вот этих самых экспонент, извиняюсь, констант интегрирования в экспоненциальном ряду, а дальше каждое решение можно продолжать и смотреть, откуда вот тут кончилось то место, где работало наше приближение к ряду Тейлору, но мы же можем посмотреть, откуда траектория идет и уйти еще куда-то далеко. Так вот, давайте все эти точки посмотрим, возьмем это множество и назовем его устойчивым это устойчивое многообразие точки О. Вот так оно называется. Совокупность всех таких точек это устойчивое многообразие точки О. Или stable manifold, как говорят по-английски, так обозначают stable. Откуда можно попасть в эту точку? Глобально, во всем нашем фазовом пространстве. Ну, это я так вот предположил, что все это множество можно каким-то образом регуляризовать. А теперь давайте обратим время и посмотрим, у нас есть неустойчивое направление. Значит, где лежат такие точки, в которые я мог попасть из самого этого равновесия. но предел я беру другой, противоположный. Тут я шел в бесконечное будущее, а сейчас я беру предел в бесконечном прошлом. Такое множество называется неустойчивое многообразие unstable manifold и, соответственно, обозначается как довольно часто таким вот образом. Неустойчивое многообразие точки O. Ну, вот это все какие-то множества. На первое до начала непонятно, что из себя образующее. Ну, математики доказали теоремы об этих множествах. Во-первых, так, давайте я начну с устойчивого многообразия. Для неустойчивого все это говорится буквально в тех же словах. Доказывать теорему я, конечно, не буду, я просто скажу. Главное, хорошая новость для начала, как это часто бывает в математике, устойчивое многообразие существует. Так, то есть это не бессмысленно, то, что я его вел. Дальше. Оно действительно многообразие, то есть на нем можно вводить вот те самые координаты. Как оно устроено? Оно имеет размерность то есть это не просто какое-то там сложное множество. Оно имеет простую топологическую размерность и размерность эта равна вот тому самому маленькому n. То есть если у нас одно единственное собственное значение вот с отрицательной действительной частью, то это кривая линия. Если у нас два таких значения, то это двумерная поверхность, если три трехмерные и так далее, но вот ровно столько. И дальше как оно устроено? Вот мы с вами говорили о якобиане и у якобиана есть собственные значения, но кроме собственных значений у каждой матрицы есть конечно и собственные векторы. И вот отрицательным значением соответствуют n собственных векторов. Вот этим отрицательным собственным значением соответствует n собственных векторов. На эти n собственных векторов можно натянуть линейное подпространство. Так вот в самой точке O устойчивое многообразие касается этого линейного подпространства. То есть локально все выглядит вот так. Ну вот для той ситуации, о которой я говорил, скажем, на плоскости, вот ситуация, где n равняется единице, если мы можем нарисовать вот этот собственный вектор, вот он, ну как-нибудь вот так, то вдалеке от точки такое устойчивое многообразие, а стрелки, я тут, такое устойчивое многообразие, стрелки, конечно, должны идти наоборот. Вы же помните, стартовав в любом из этих мест, я должен в конце прийти к равновесию. Так вот, это линия в этой ситуации, линия, которая касается равновесии собственного вектора соответствующему отрицательному собственному значению кобиана. А если у меня два таких числа, то это будет поверхность локально плоская вот здесь и имеющая полное право искривиться вдалеке от равновесия, там, где работают тейлорские слагаемые высоких порядков. Так, значит, во-первых, существует, во-вторых, имеет вот такую размерность, в-третьих, локально плоско и касается вот этого линейного подпространства, и в-четвертых, к тому же, еще и единственное. Вот что мы знаем об устойчивом многообразии. О неустойчивом многообразии можно сказать все ровно то же самое. то есть здесь у нас оно, во-первых, существует, во-вторых, оно имеет размерность, равную, ну, конечно, уже не n, а p, столько, сколько у нас вот таких вот чисел. Дальше, оно, тут мы можем тоже что-нибудь вот такое вот провести через наше равновесие. Представьте себе, что у нас p равняется единице, тогда у нас одномерное неустойчивое многообразие. Дальше, у нас каждому собственному значению с положительной действительной частью соответствует собственный вектор, на все эти, всю совокупность таких векторов мы можем натянуть линейное подпространство, и локально неустойчивое многообразие будет плоско и касаться вот того самого подпространства здесь. То есть все достаточно просто. Вот, так, наконец, оно, конечно, тоже единственное. Ну и в результате, что получается? n плюс p равняется n большое. Скажем, представим себе, что у нас есть седло. Вот из недавно обсужденных нами седел. У седла есть одна, у седла есть два собственных значения, оба действительно, одно положительное, другое отрицательное. Значит, n маленькая равна единице, p маленькая равняется единице. Значит, и то, и другое инвариантное многообразие, вместе, как они говорят, как бы инвариантных многообразиях, и то, и другое одномерное. Так что вот ничего удивительного нет в том, что несмотря на то, что сумма их размерностей равна единице, тем не менее, вместе они не покрывают всю плоскость. Две линии – это еще не плоскость. Итак, это все выглядит как-нибудь вот так. Есть устойчивое многообразие, есть неустойчивое многообразие. Вот если здесь седловая точка. Вот так выглядит картинка здесь. И это, так, зачем это все нужно? Зачем вводить этот математический формализм? Ну вот, в частности, самое полезное будет следующий шаг, который мы сделаем. Но в частности, это помогает нам ввести новые локальные координаты здесь, около седла, и свести линейную систему к нелинейной. Так, это у нас будет, естественно, неустойчивое многообразие. Так, а что бывает, что говорить, кстати, что говорить о самой точке? Вот что бывает, когда у нас н, ладно, вот когда у нас устойчивая точка. Тогда p равняется нулю, верно? Если точка наша асимпетически устойчива, то все собственные значения имеют отрицательный, все собственные значения имеют отрицательную действительную часть, значит, p равняется нулю. Тогда у нас должен быть нуль, тогда у нас должно быть нульмерное неустойчивое многообразие. И оно, конечно, есть. Это сама, это само равновесие. Ведь если мы стартуем в равновесии, мы навсегда в нем останемся. И с этой точки зрения, с этой точки зрения мы вполне удовлетворяем этому условию. Вот сама эта точка принадлежит и устойчивому, и неустойчивому многообразию. Собственному. Это, конечно, тривиально. Интересно, если где-то вдалеке устойчивое и неустойчивое многообразие пересекаются, тогда возникают так называемые гомоклинические траектории. Но об этом мы, может быть, если и поговорим, то коротко, когда будем обсуждать ту же знаменитую систему Лоренца. А пока мы делаем третий шаг. Теперь мы рассмотрим бифуркационный случай. Бифуркационный случай, значит, есть у нас и такие собственные значения, у которых собственная часть, у которых действительная часть равна нулю в точности. Ну, как-нибудь надо это обозначить, я не знаю. ну, скажем, Си, центр. Или Зи, давайте пусть, Zero, да, от слова Zero. Вот теперь, если мы допускаем и такое, теперь нам надо записывать более полное равенство. Оно, кстати, верное для предыдущего случая, там вот это Зи, Зет, всегда равно нулю. И теперь, да, что же теперь? Честно говоря, я не знаю, как мне устремлять что-то там к бесконечности в этом плане. Я не знаю, как мне вводить вот эти вот пределы. Поэтому я попробую работать конструктивно. тут я вводил определение и ну что, вот у меня было что-то, что было касательно к вот этим вот векторам около равновесия, а дальше я смотрел, ну вот я интегрирую уравнение, дальше я ухожу и как-то это все искривляется. Ну, я здесь сделаю ровно то же самое. Я выберу подмножество собственных векторов, которые соответствуют вот этим собственным значениям, натяну на эти собственные вектора линейное подпространство, а дальше и посмотрю, так сказать, как искривляется вот этот вот объект, локально он, конечно, зимерный, как он искривляется, если я отхожу подальше от этой точки. И вот если что-то такое бывает, то давайте назовем вот это то, что тут бывает, центральным многообразием. так вот, этот объект тогда он называется центральное многообразие. Итак, центральное многообразие, и про него математики тоже доказали теорему, во-первых, с тем же замечательным и радостным для нас утверждением, что оно, во-первых, существует, что оно, во-вторых, имеет размерность z, что оно касается в самой точке равновесия вот тех векторов, которые соответствуют собственным числам из этой части набора, а в-четвертых, в отличие от старых невариантных многообразий, оно не обязательно единственное. Вот единственности здесь больше нет, но это может сказаться где-то довольно далеко от равновесия. Это никоим образом не портит всей картины. Итак, существует вот такое центральное многообразие, и все еще совершенно непонятно, зачем я развел все эти математические и геометрические разговоры. Вот давайте теперь попробуем представить себе ситуацию в момент потери устойчивости равновесия. Вот у нас есть, помните, я рисовал вот эти вот картинки, где было семь собственных чисел на комплексной плоскости, я шевелил параметр, эти кружочки на комплексной плоскости передвигались, и мы увидели, да, во-первых, вот что, пока равновесие устойчиво, у нас P, конечно же, положительных собственных значений нет, P равняется нулю, и устойчивое многообразие, неустойчивое многообразие, конечно, существует, но оно сводится к самой точке, оно тривиально, его нет. Остается у нас в момент перехода центральное многообразие, это центральное многообразие и устойчивое многообразие, вот два, да, А у нас есть те, кто остался в левой части комплексной полуплоскости, и те, кто добрался до ее границы. А кто, сколько собственных чисел могло добраться до той границы? Или это комплексно-собреженная пара, и тогда z равняется 2. Или это одинокое, действительное собственное значение. И тогда это одно-единственное собственное значение. Итак, z равняется, всего-то типичным образом, или z равняется 1, или z равняется 2. Тогда, соответственно, p равняется 0, а n маленькая, это n-1 или n-2. Я могу теперь ввести локальные координаты, переписать, ввести новые локальные координаты, которые примерно соответствуют тем самым собственным векторам. Вот для набора координат тех самых, сколько их там будет, значит, вместо x, сколько их у меня там было, я ввожу новые координаты от слова stable. Stable, значит, вот. Диагонализовать, так или иначе. Плюс нелинейная функция. Это координаты вдоль устойчивого многообразия. А это одна или две координаты вдоль центрального многообразия. Вдоль центрального многообразия у меня вот здесь стоят вот те самые собственные числа, которые или равны нулю, или комплексно сопряжены. Или чисто мнимые. Я не могу, поэтому написать здесь просто ноль. Ну, хорошо, но я напишу все-таки тогда. Так, лямбда. Это те лямбды, которые соответствуют stable, которые соответствуют отрицательной части спектра, а это те, которые соответствуют центральной части спектра. Упс. Ну, ладно. Так, тут первая функция какая-то, или и. Плюс, ну, скажем, я напишу сейчас. Так, тут не обязательно писать. О, тут, конечно, не s. И тут стоит вообще функция от всех s, разумеется. И здесь входят, в принципе, все вот эти переменные, но это не линейная функция. А теперь я смотрю сюда и вижу, что вблизи, что происходит вблизи равновесия. Давайте подумаем, как физики. Вот здесь у нас быстрое затухание. Здесь у нас вблизи равновесия в первую очередь работают линейные слагаемые, и линейные слагаемые обеспечивают нам быстрое затухание вот в этом уравнении. Здесь у нас медленно все двигается. Или здесь вообще нулевое слагаемое, или вот происходит вращение, если здесь мнимое собственное значение. Вот. Таким образом, здесь у нас есть быстрое переменное, а здесь медленное. И мы можем осреднить по быстрой переменной. И после того, это вполне физический подход, на первый взгляд, но он имеет строгое математическое обоснование, и он позволяет записать на центральном многообразии s как какую-то неизвестную нам сейчас, скажем, функцию от координат вдоль центрального многообразия. Таким образом, я могу здесь, в конце концов, переписать мое второе уравнение после усреднения. Функция вот эта нам, вообще говоря, неизвестна, но приравнивая коэффициенты Тейлоровского разложения более высоких порядков, можно записать соответствующее функциональное уравнение и одно за другим вывести, посчитать вот эту вот зависимость. С чем я остаюсь в результате? С замкнутым набором уравнений в координатах центрального многообразия. То есть здесь больше нет s и z, все-таки здесь у меня было минус уравнений. Я потерял почти все свои, ну, считайте, что они угасли, или, как говорят в синергетическом подходе, поработились. Все вот эти вот переменные, они подстроились под эти вот, как говорят, ведущие переменные, а их всего-то сколько, одна или две. То есть таким образом произошла редукция размерности. И это говорит о том, что в каком бы пространстве наше равновесие не теряло устойчивость, как бы высока не была размерность этого пространства, все, что получается там, сводится к одномерным или двумерным задачам. В семействах общего положения, если нет каких-то дополнительных симметрии и вырождений. Вот. Таким образом, первый шаг мы сделали, редукцию на центральном многообразии мы провели. И нам теперь на этом центральном многообразии, так, ну, во-первых, мы пришли к случаям динамики, с которой мы уже знакомы. Если у нас центральное многообразие одномерно, ну, вон, мы уже с вами сегодня посмотрели, что бывает в одномерных системах, если мы там что-то меняем, там может только меняться число равновесий. Ничего особенно другого там не бывает. Но, если, ну, хорошо, или, скажем, если у нас число... Это все системы могут быть к одномерным и двумерным системам? Все системы, не системы, а семейства. В семействах общего положения... Разница? Разница? Физически, если у меня существует симметрия высокого порядка, и, скажем, собственное значение в моем спектре... Хорошо? Значит... Значит, если у меня... Нет, центральное – это тогда многообразие. От слова «центр» или «ядро»? От слова «центр»? От слова «центр»? Центр. Нет, не симметрия. Потом. Это потом, потом. Нет. Группа сюда тоже никак не уходит. То есть, есть... Нет. Центр... Это вот я... Сейчас. Это я вот рисовал фазовый портрет типа мишени, который соответствовал центру. Вот это скорее отсюда. Ну, можно считать, что от стрельбы. Да. То есть, все системы с физическим могут быть к одномерным и двумерным сведенным? Нет. Нет. Не все системы могут быть сведены, а все... Вот так. Динамика в системах около... При потере равновесия, при потере устойчивости равновесия может быть сведена к одномерной или двумерной. Если мы далеко от потери устойчивости равновесия, то, конечно, все это не работает. Нет. Только около потери устойчивости... Я не оспариваю. Ну, там опять, там это физические как бы размерности. Ну, ладно, а не фазовое пространство. Итак, вот у нас есть какая-то хитрая система. Представим себе одномерный случай. Там с какими-то нелинейностями высоких порядков. Давайте я хоть могу в ряд Тейлора это разложить. Ну, хорошо. Просто так вот сейчас. ню параметр, и я получил это все в результате редукции на центральном многообразии. Х мой одномерен или двумерен, F, соответственно, тоже скалярная функция или двумерная вектор функция. И они могут иметь какую-то сложную природу. Я, к сожалению, не могу сейчас подробно остановиться. Если хотите, ну, я не знаю, можно будет как-то отдельно попробовать потом поговорить, рассказать о методе, о сущных математических приемах. Метода, который изобрел Пуанкаре в своей докторской диссертации. Это так называемые нормальные формы. Речь идет о так называемых тождественных преобразованиях. Ладно, вот очень просто. Вот мы решаем вот такую вот систему. к примеру. Как нам упростить жизнь? Как нам упростить систему? Вот пример. Ну, пример, конечно, специально подобран, и первая переменная отщепляется. Это уравнение может быть точно решено отдельно, и вы можете это решение подставить сюда. Но я не интересуюсь точными решениями, и мне интересен прием. Системка получается нелинейная, вообще говоря, не очень понятно, что работать. А как можно упростить? А вот так. Давайте проведем замену от переменных x перейдем к переменному, которое я обозначу как y, причем первая замена будет вообще вот такая. То есть y первая ничем не отличается от x первого. А вот второй x я заменю на вот такую вот комбинацию. Вот так. Странно выглядит, но давайте сразу посмотрим вот на что. Если x мал, то замена практически тождественная. То есть чем ближе я подхожу к равновесию, тем меньше я искривляю свою систему, тем меньше я ее гну. Такие преобразования, которые в пределе x стремящемся к нулю выходят на просто вот... О, извините, здесь, конечно, двойка. Выходят на диагональ. Вот такие преобразования. Их называют тождественными. Почти тождественными. Вот теперь, если я подставлю это преобразование в мое уравнение, я получу новое уравнение, и выглядеть они будут просто. Я бы с удовольствием потратил лишних пять минут на выписывание и переведение слагаемых, но нет у меня этих пяти минут. Или вы поверите мне на слово, или вы повторите эти выкладки дома. Вот. Вот так. То есть нелинейность просто убита, исчезла. Ну, Владимир Игоревич Арнольд употреблял именно слово убивать нелинейности. Для таких преобразований давайте посмотрим. Так, первое, немедленно, следующее отсюда положительная новость. существует преобразование, которое делает из нелинейной, не очень решаемой системы, линейную, которая убивает нелинейность, которая позволяет очень легко описать динамику, которая происходит в этой системе. Второе, это преобразование работает почти всегда, кроме неких исключительных случаев. Исключительный случай, когда мы не можем этого сделать, он вот такой. Вот тогда у нас этого преобразования нет. Когда одно собственное число ровно втрое больше, чем другое. И мы вот такие соотношения называют резонансами в спектре собственных чисел. Если в спектре собственных чисел есть резонанс, то некоторые нелинейности уничтожить нельзя. Представляете, вот если у нас случайно оказалось, что лямбда 1 и лямбда 2 связаны вот таким соотношением, нет, трансформация не проходит. Но это большая редкость. А вот если у нас лямбда 1 и лямбда 2 просто, два каких-то действительных числа, да, мы можем избавиться от нелинейности. Вот Манкарай все это достаточно подробно обследовал и предложил вот такую процедуру. Можно, если у нас нет резонансных слагаемых вообще в спектре. Что значит резонансные слагаемые? Хорошо, давайте вот я запишу вот так. Что такое резонанс? Что можно записать вот такое уравнение, где n и положительные или отрицательные целые числа, и все из которых равны нулю. Хоть кто-то да не равен нулю. Если вот есть такой набор, ну понятно, как сюда попадает вот эта комбинация, если есть такой набор, тогда говорят о резонансе. Если резонанса нет, то можно подобрать, доказал Пуанкаре, такие координаты, которые уничтожат любые нелинейности в вашей системе. Как бы ни выглядело, не выглядели уравнения в достаточно малой может быть окрестности равновесии, они полностью эквивалентны линейным. И вы можете... А? А? С логарифмами конечно сложнее. Ладно, мы пока остаемся, чтобы избежать тонкостей в рамках ряда Тейлера. Хорошо. Почему остаемся в рамках ряда Тейлера? Вот почему. Смотрите, вот у нас здесь тождественное преобразование, сюда входит третий порядок. Когда мы его вводим, второго, к примеру, он не затрагивает. И первого, линейного, он тоже не затрагивает. Вот представьте себе, что у нас есть нелинейность, в которой есть квадратичное слагаемое и есть кубическое слагаемое. мы сначала уничтожаем второй порядок, второго порядка нет, третий при этом каким-то образом немножко меняется, ну, в силу преобразования. Более высокие эти порядки меняются, но потом мы уничтожаем и этот член третьего порядка. А обратного действия нет. Уничтожая член третьего порядка, мы не меняем второй и первый. Итак, шаг за шагом все хорошо. теперь что остается? Остается резонансное слагаемое. Что отсюда следует? Вот такая вот обидная история. Как раз бифуркации те ситуации, когда происходит потеря устойчивости, это как раз резонансное слагаемое. То есть кое-что нельзя уничтожить, кое-какие нелинейности уничтожить нельзя, но их не так много. Почему? Как легко увидеть, что потеря устойчивости соответствует резонансу? А очень просто. У нас или что такое наша потеря устойчивости? или одно собственное число обратилось в нуль, и тогда у нас есть какая-то лямбда, например, лямбда 6. Вот она равна нулю, и мы можем перед ней поставить любое неравное нулю целое число, и условие будет выполняться. Есть резонанс. А если у нас есть чисто мнимая пара, например, вот так, лямбда 6 и лямбда 7. Чисто мнимая пара, то нам достаточно взять н6, любое целое число, которое равняется минус н7, и резонанс в основе выполняется опять. То есть и в этой ситуации тоже а да, просто n7, конечно, просто n7. И это выполняет любое целое число вот на этом месте. Снова устроит резонанс. Но резонанс мешает убийству на языке Арнольда не всех нелинейных слагаемых, а только очень и очень и очень немногих. И вот оказалось, что после того, как в этих наших сложных уравнениях мы убьем все нелинейности, какие нам удается убить, то задача о, скажем, о нулевом собственном значении, она приводится к вот такой нормальной форме. Значит, если у нас есть единственное собственное значение, равное, и в системе нет никаких симметрий, то нормальная форма приводится к вот такому виду. Нормальная форма это то, что остается от уравнения после того, как все нелинейности, какие только можно, в нем убиты. нормальная форма, конечно, не единственна. Можно по-разному, применяя эти преобразования, получать разные значения кефициентов, но все они качественно эквивалентны друг к другу. Итак, вот такая вот вещь, μ наш параметр. Давайте посмотрим, что бывает в этой системе. Значит, здесь есть равновесие, когда они бывают и где они лежат. такая вот одномерная система, х' это будет минус 2х, верно? Тогда, значит, здесь х' а здесь х' это 2 корни из м. Давайте теперь нарисуем то, что принято называть бифуркационной диаграммой. По одной оси я откладываю значения параметров, а по другой оси я откладываю равновесные значения координат. Вот такая вот у меня формула, которая говорит о том, что где-то вот на этой оси, там, где лежит 0, у меня происходит переход. При отрицательных значениях μ вообще никаких решений нет. При положительных значениях решений сразу 2. То есть вот тут получается вот такая вот штука. Значит, ну хорошо, вот тут 0 и тут 0. Получается вот такая вот штука. А как у нас с устойчивостью обстоит дело? верхнее решение всегда имеет отрицательную производную. Нижнее решение везде, где оно существует, имеет положительную производную. Помните разговор о знаке производной и одномерной динамике? Это решение всегда устойчиво, а это неустойчиво. То есть здесь я, давайте, пунктиром его нарисую. Получается, что вот у нас здесь родилось единственное из ничего родилось единственное решение, которое немедленно распалось на пару устойчивых устойчивого и неустойчивого равновесия. И дальше, по мере того, как мы отходим от бифуркации, существуют устойчивые, вот я еще раз повторяю, вот картинки такого типа называются бифуркационная диаграмма бифуркационная диаграмма. И вот типичная ситуация, когда у нас одно собственное значение проходит через ноль, она вот какая. У нас сталкивается устойчивое и неустойчивое равновесие и исчезает. Или если мы двигаемся по параметру вот в этом направлении, локально не было ничего, и вдруг родилась пара устойчивого и неустойчивого равновесия. Помните, мы видели с вами одномерный случай и запомнили, что так бывает. Так вот, в 17-мерном случае общего положения тоже не бывает ничего другого. Только так. Значит, эта бифуркация имеет особое название, ее называют бифуркация седло-узел. Почему так? Потому что если нарисовать, как это все выглядит в двумерном пространстве, скажем, там, где у нас есть две переменных, то это значит сталкиваются и исчезают седло и узел. Это бифуркация седло-узел. Или по-английски, если хотите, saddle-node. часто пишут одним словом, а иногда через черточку. Вот такая бифуркация. Это бывает в системах общего положения, но очень часто в физике бывают системы, в которых есть очень простая симметрия. Симметрия лево-право. Если я меняю знак координаты, ничего в системе не меняется. То есть, если я нажимаю на ручку сверху, она может прогнуться направо и налево. Если она сделана без изъянов, она может прогнуться с одинаковой вероятностью. Тогда при условии симметрии картинка другая. Тогда у меня естественно здесь нет из-за симметрии, у меня не может быть членов четных порядков. И вот тогда у меня получается другое, значит, при симметрии, если f от x если у меня есть по физическим соображениям вот такая вот симметрия, тогда нормальная форма выглядит иначе. Ее можно привести к вот такому вот виду. Так, ну, так, хорошо. плюс-минус x-квадрат. Это два отдельных случая разные. Есть случаи с плюсом, есть случаи с минусом. Все зависит от того, как именно устроена кубическая нелинейность в вашем потенциале, например, в вашей пружине. Но давайте посмотрим просто, что бывает в минусе. Опять-таки, равновесие здесь, здесь всегда есть равновесие в нуле в этой задаче. ноль всегда решение. Но производное в этом, у этого решения мю. Давайте снова нарисуем бифуркационную диаграмму. Вот мю. И вот у меня всегда тут есть решение, которое устойчиво до нуля и неустойчиво потом. Вот оно продолжается дальше. А что у меня есть еще? У меня есть решение плюс-минус корень из мю. Эти решения отходят, значит, вот по корневому закону, ответвляются, как говорят, бифурцируют от нулевого решения здесь и, посмотрев на знак производной, легко понять, что оба они устойчивы. Вот появилась та самая вилка, которую я вам обещал в начале лекции. И это бифуркацию, рождение двух новых симметрий. Видите, смотрите, было одно решение, стало три, родилась новая пара. Опять на два увеличилось количество стационарных решений и, смотрите, было одно устойчивое, стало два устойчивых, одно неустойчивое, в каком-то смысле сумма устойчивости сохранилось. А вот такую бифуркацию называют вилочная бифуркация, естественно, или по-английски pitchfork. И еще важное слово, которое тут добавляют в этом контексте, это закритическая или надкритическая или прямая вилочная бифуркация. То есть, как еще говорят, supercritical. то есть, в каком смысле это понимать? А вот в каком. Давайте сейчас для контраста рассмотрим случай вот такой с плюсом. Для устойчивости равновесия не меняется ничего, потому что когда мы анализируем устойчивость, нереально линейность не важна. А вот решения, которые ответвляются, они существуют только при теперь, это теперь корень, плюс-минус корень из минус мю. Они существуют только при отрицательном мю, и все это выглядит вот так. Если посмотреть на то, как выглядит производная от них по х, вот они какие, они сами тоже неустойчивы. Это тоже вилка, но вилка повернутая в левую сторону, и она не является зеркальной кофе первой вилки. Видите? Это большая разница. Здесь у нас вот эти новые решения, которые ответвлялись, были устойчивы, а тут два неустойчивых решения подходят с боков к центральному и как бы передают ему свою неустойчивость. Вот такая бифуркация называется подкритической вилкой. Дело не в направлении движения по параметру, а в том, устойчивы или нет, те вторичные, как говорят, новые решения, которые при этой бифуркации рождаются. Вот это, скажем, бифуркация, которая имеет место в классической задачи реле-бинара о конвекции, в массе задачи теории упругости, в очень многих задачах, где есть симметрия между левым и правым. Так, я не знаю, все, наверное, да, по времени? То есть все-таки вот сравни, то, что ты рассказал прекрасные людей из теории второго рода, один из планes. Нет. Я в чем разница? Не надо объяснять разницу между двумя словарями и бифуркация, и теория упругости. Это немножко больше, чем в том. Это немножко больше. В общем, фазовые переходы Генбурга-Ландала, они, конечно, сюда ложатся. Там есть... То глубже. Я не могу глубже. Там? Это шире. Это шире, во всяком случае. Насчет глубины сказать трудно. Та? Ну, я не знаю. Там еще часто есть дополнительные ограничения типа вот функционалов, которые сохраняются, еще что-то вот. Разные штучки со свободной энергией, то есть это все так легко сюда. Здесь максимально общий формализм. Я не предполагаю больше о системе ничего. Это шире. Там есть дополнительная информация, которую мы включаем и вроде бы, конечно, мы можем ее использовать. Да? Это, конечно, это детерминированная система, да. Ну, вот здесь-то на самом деле, вот в этой ситуации введение слабых флуктуаций тоже мало что изменит. Мало что изменит. Но, между прочим, вот, уж ладно, последнее замечание, если в этой... Хорошо. Вот мы допустили, что у нас есть идеализированный, идеально прямой стержень без изъяна, и мы нажимаем на него сверху, он сколько-то времени держит это напряжение, а потом прогибается. Если он идеальный, то с одинаковой вероятностью налево и направо, и мы видим вот такую бифуркацию. Теперь представьте себе, что в нем все-таки есть маленький-маленький изъян. Значит, что-то должно испортиться, значит, мы должны получить какую-то другую картинку, которая вроде бы должна быть похожа и на ту картинку, которую мы только что с вами описали, а с другой стороны вот система общего положения без симметрии. Ну вот давайте, если мы добавим сюда то самое, как нам вести слабую и слабую асимметрию? Ну вот скажем, как какой-то эпсилон на х квадрат. Да? Вот тогда, если мы распишем все это для... Ну вот, у нас мы нарушили вот это... Вот мы нарушили нечетность нашей функции, малая-малая добавка. Так вот, если эпсилон маленький, то вот вдалеке тут, тут, тут или тут мы не заметим никакой разницы. Вся разница будет вот здесь, около точки перехода. И выглядеть она будет примерно вот так. Одна из веток, ну, в зависимости от знака эпсилон, плавно перейдет в главный ствол, а другая вот здесь покажет нам бифуркацию седлоузла. То есть сольются гладеньким образом устойчивые и неустойчивые ветки. Вот. Только если мы возьмем микроскоп, мы сможем увидеть вот это вот расщепление. А грубо, глядя издалека, нам покажется, что это старая картина. Конечно, чем больше эпсилон, тем сильнее вот такой вот эффект. То есть и неидеальность можно сюда включить. И влияние шумов, она тоже, стахастики, она тоже приводит к чему-то подобному. Здесь можно много об этом говорить, времени мало. Я не успел рассказать, к примеру, о том, как возникает колебание из равновесий. А колебание возникает как раз вот тогда, когда лямбда, когда у нас двумерная система, когда у нас и омега, вот из той самой структуры типа мишени из центра. Я обязательно сделаю это перед тем, как говорить о хаосе, потому что все-таки это надо сделать. Здесь есть еще масса аспектов, о которых можно говорить, о которых пишутся главы в учебниках и статьи. И я, конечно, очень и очень рекомендую тем, кто меня слушает, не ограничиваться ни в коем случае этими сильно сокращенными лекциями, а взять один из многих хороших систематических учебников. Ну вот, пока на сегодня, наверное, все. Спасибо.